Конверты с идейской. Это помощь, в первую очередь, нам. Не считал, сколько накопил, но вещь очень полезная. Накопил в данный момент 100 тысяч. Накопил 14 тысяч. Отработал и все. Как лифт наверх. Тренерский штаб себя ведет иногда слишком эмоционально. Мат-перемат. Ну, это же русский язык. Мы все интеллигенты. Люди открытые. Хороший вопрос. Риторический, наверное. Команда точно может прибить. Как мух, гвоздями. Ну, хотелось бы. Все в наших руках. Когда у тебя возникает какой-то сложный момент. Судец всегда прав. Ступень для развития. Я думаю, идеально это три года. Если за три года ты попал вверх, это супер. Безусловно, ступень. Как лифт наверх. Это, да, значит, ступень для развития. Степ-бай-степ. Шаг за шагом. Конечно, шаг вперед. Каждая игра. Получаешь опыт. Сто процентов ступень для развития. Потому что в этой лиге много хороших команд, которые позволяют раскрыться судье, как профессионалу. Ну, конечно, безусловно, следующая ступень к премьер-лиге. Я надеюсь, что о закате карьеры еще долго не придется думать. Нет, это однозначно развитие. Потому что даже в этом сезоне такие команды представлены, как Рубин, такие как Арсенал Тулок. Абсолютно нормальная борьба. Где еще нужно всем доказать. Нельзя говорить, что закат карьеры. Потому что мы должны передать свой опыт. Я был в премьер-лиге, но были сложности. И сейчас остался на первой линии. В смысле для кого? Для меня ступень, конечно. Служу шестой, наверное, сезон. По горе идешь. Спускаешься, потом вверх. Сейчас вверх. Нет, это не закат. Почему? Потому что в России отсутствует возрастной ценз. И мне кажется, не закат. Абсолютно. Однозначно. Однозначно представлены практически все часовые пояса. Это 100% лучшая лига мира. 100%? 100%. Там, где мы работаем, это не может быть иначе. Если сравнивать со второй лигой, то да. Конечно, лучше. Не зря же об этом на всех перформансах говорят. Конечно, безусловно. Но всегда есть к чему стремиться. Поэтому РПЛ, я думаю, получше. Ну, наверное, лучше. Потому что где я, там все лучше. Нет. Самое лучшее. Конкретно, честно, не могу выделить. Все равные. Главное, чтобы после игры пожали друг другу, и все были довольны. Мне приятно работать на стадионах, на которых проходил чемпионат мира. Потому что там совершенно иная атмосфера. Очень круто в Калининграде. Первый раз был в этом году в Казани. Также Санкт-Петербург, Книжникамск, Набережные Челны. Жалко, что в нашей лиге сейчас не представлен Владивосток. Это один из любимых городов. Очень понравилось в Краснодаре на стадионе «Кубань». Очень понравилось в Калининграде. Потрясный город. И стадион очень уютный и красивый. В Астрахани очень тоже хорошо. Однозначно. Воронеж – это, в принципе, очень футбольный город. Там люди, в хорошем смысле слова, больны футболом. Для них это большой праздник. И прийти на стадион, зарядиться положительными эмоциями, теми болельщиками, которые находятся рядом с тобой – это очень интересно. Стадион Краснодара вообще замечательный, прекрасный. Калининград, Казань, да, сумасшедшие арены построены к чемпионату мира. Та же Махачкала. Люди открытые. Болельщики ходят. Мне всегда приятно. Нижнекамск, Набережные Челны, там друзья, туда всегда приятно приезжать. Лучшая Лига мира позволяет нам проехать от Калининграда до Хабаровска. То есть посмотреть множество различных красивых мест – это прекрасно. Сложно делить. Где-то проще, где-то легче. Такого, наверное, не бывает. Ко всем ровные отношения, везде одинаково встречают, независимо от региона. В прошлом году было тяжело судить молодые команды, такие как «Спартак-2», «Краснодар-2». Но это от коллег знаю. Я сам с Краснодара, поэтому я их не сужу. Потому что они реально очень много двигаются и могут совершить очень неоправданные ошибки. Как говорится, да и простой матч с идеей, он сделает из него сложный. Это может быть где-то на юге. Ну, все относительно. Южные команды. Я сам из Ростова-на-Дону, южный человек. И всегда менталитет южный преобладает более эмоционально, эмоциями. Даже верно принятые решения некоторые не всегда воспринимаются. Есть, конечно, южные команды, которые отличаются своим колоритом, которые заводятся, зажигаются. Тренерский штаб себя ведет иногда слишком эмоционально. Вот, наверное, я бы эти команды выделил. Ну, наверное, это в первую очередь команды с юга. И команды молодежные. Потому что ребята хотят тоже добиться, попасть в основную команду. Поэтому бывают какие-то сложности. Со всеми можно найти общий язык, и никаких проблем не возникнет. Какие-то моменты случаются, но это опять жизненная ситуация, рабочий момент. Чем дольше судишь, тем меньше, в принципе, обращаешь внимание на влияние извне. Команда точно может прибить судью. Трибуны нет. Хотя все думают, что судья зациклен на том, что в трибуны могут кричать какие-то плохие слова в адрес судьи. Ну, конечно, когда полный стадион, когда стадион скандирует, мы же такие же живые люди, мы эту всю атмосферу чувствуем. Есть доля того, что чуть-чуть влияет на какие-то эпизоды. Ну, конечно, всегда хочется, чтобы на поле и зрители всегда кричали, судья молодец, а не судья. Все мы знаем эту фразу, не буду ее говорить. А так. Ну, это если болельщик выбежит на поле с молотком, может только тогда сможет прибить судью. Сам себя может судью прибить. Судись все четко, и будет все нормально. Когда пустой стадион, что-то может такое проскочить. А когда полные трибуны, конечно, ты заводишься и мобилизируешься дополнительно. Все в наших руках. Кто нас прибьет, если мы будем хорошо работать? Гвоздями? Не, мы с собой возим только 250, но их не пропускают в самолете. Ерунда. И поля хорошие, никаких конвертов. Конверты с лидейской. Такого не предвидится. А что поля? Поля у всех, они поля. Мат. Ну, это же русский язык. Ну, мы, наверное, на разные игры ездим. Конверты нам в судейскую не заносят. Плохие поля ушли какие-то, наверное, в 90-е годы. Прекрасные поля, хорошие игры, прекрасный футболист. Ничего этого не присутствует. Полей плохих давно уже нет. Мат, перемат. Ну, я думаю, все зависит от воспитания. Конвертики поздравительные. Не слышал и не видел, тем более. Очень мало плохих полей осталось. Мат присутствует. Надо с этим бороться. Конверты только, когда в гостиницу приезжаешь, тебе конверт выдают с ключом. Много мата. Ну, я не скажу, что много, но бывает. Мат на поле. Ну, мата. Ну, и северная столица. Мы все интеллигенты. Поля, по-моему, сейчас все в хорошем состоянии. Мат. Ну, что греха таить. У нас страна такая. Мы иногда бывает общаемся на этом языке. Но что-то сверхъестественное. Но это редко встречается. А если и бывает, то нам приходится удалять. Есть хорошие стадионы в последнее время. Те, особенно стадионы, которые остались нам в наследство после чемпионата мира. Ну, мат у нас на Руси и в России. Он как бы сопутствует какие-то моменты определенные. Это рабочий разговор, когда никто не услышит, это еще лучше. На конвертике. Никогда не встречался, и никто как бы об этом никогда не говорил. И да, и нет. Да, когда у тебя возникает какой-то сложный момент. А нет, когда все складывается хорошо, и все все понимают. Тогда ты испытываешь кайф и звар. Это была бы хорошая помощь для арбитров. Я думаю, что нужен, потому что практика показывает, что это помощь в первую очередь нам. Да, бывают сложные эпизоды. Вот эти все новшества в футболе, они, наверное, должны быть. Я думаю, да, это будет интересно. Если развитие пойдет в первую лигу, это определенный шаг в лучшую лигу мира. Это следующий этап развития футбола в целом. Это придет. Ну, сейчас эта тенденция вообще, наверное, да. Вар на первой лиге, почему нет? Если руководство держит такой вектор, значит, обязательно нужен. Ну, хотелось бы. Опыт этот интересен, потому что работа в резервном, например, лиге одна сторона, а именно работа за монитором – это немножко другое. Многие футболисты этих правил не могут выучить. А тут еще нужно добавлять что-то. Меня правило футбола полностью устраивает. Правило дружелюбия, чтобы все были максимально уважительны друг к другу. Чтобы это был закон. Такое правило, что после игры абсолютно каждый член команды, член тренерского состава подходит и поджимает руки. Я думаю, это было бы круто. В последнее время пытаются на чемпионате клуба, чемпионате мира, новшество, объяснение судей. Может быть, это можно добавить. Сейчас же практикуется какая-нибудь белая карточка. Почему нет? Интересная мысль – это пенальти без добивания. Как в серии 1 и после матча в пенальти, точно так же, только и во время игры было. Попросить какого-нибудь игрока отсудить первый тайм. Или главного тренера. Да я думаю, что она уже применяется. Судья всегда прав. По 45 минут играть. Отработал и все. Мили копятся, и, ну, как правило, они тратятся в отпуск, когда есть возможность. На путешествия, да? Купаем билеты. Не считал, сколько накопил, но вещь очень полезная. Всегда можно пройти в бизнес-зал, билеты за мили купить, багаж еще входит. Представляете? У нас традиция, мы с семьей всегда стараемся выезжать за границу, и практически все мили мы тратим на путешествия. Мили уходят на какие-то совместные путешествия с семьей. Миль не так много, как бы этого хотелось. Я из Московской области, мне сложнее накопить, чем тем, кто, к примеру, выполняет 4 сегмента за одну игру. Повезет, сезон насыщенный, получится накопить. Куда потратим на билеты в те регионы, где завышена цена? Купится по-разному, когда часто летаешь, там достаточно много. Основные покупки, это у меня был бритвенный станок, ну, машинка, и пароочиститель. Мили накопил огромное количество, буквально 14 тысяч. Жене купили робот-пылесос. Теперь наши мили ездят по дому, убирают нам. Накопил в данный момент 100 тысяч миль. Ну, пока ни на что не тратил. Могу с вами поделиться. Только своей работой. Никаких других вариантов нет. Доказывать своей работой на сборах, тесты. Может быть, смс отправить? Руководство само разберется, как. Самый лучший намек – это наша работа, и если будут приниматься правильные и хорошие решения. Своей работой намекнуть? Другому никак, наверное. Чем более стабильно и спокойно ты работаешь, тем больше шансов, что ты попадешь в Российскую Премьер-лигу. Прямо меня пора подключать в работу в РПЛ. Время пришло. Павел Юрьевич, пора.